Второй том добротолюбия. Страница 97. Святого Иоанна Касьяна. Борьба с помыслами и духами злобы. Пункт 160. В-третьих, всячески надо бы всматриваться, как бы враг, извращая драгоценные изречения священного писания лукавым толкованием, не успел склонить нас, сделать им неправое приложение и употребление, обманно прикрываясь ей преданием, будто бы от стартов исходящим, как бы незаконно прилагая царскую печать к фальшивой монете. Это успевает он сделать, когда прельщает к неумеренному и непосильному нам труду, к чрезмерным бдениям, беспорядочным молитвам, к несообразному чтению и маня добром, приводит к душевредному концу. Или когда советует делать ненужные посещения, чтобы, изгнав из уединилища, лишить блаженного безмолвия. Или когда внушает взять на себя попечение благочестивых, беспомощных женщин, чтобы опутать гибельными заботами. Или когда подстрекает желать священного чина под бредлогом назидания многих, отвлекая через то от смиренного нашего звания. Все такие внушения, прикрывая покрова милосердия, благочестия и высшего преуспеяния, вводят в обман неопытных. С виду они похожи на монеты истинного царя, но они отчеканены ненастоящими монетчиками духовными, неправославными опытными отцами, а коварством бесов исковано на вред и пагубу. К ним совершенно приложимое изречение приточника, что есть пути, которые кажутся правыми человеку, но конец их не изводит в одно адово. Последнее четвертое наблюдение опытного монетчика, относящийся к исследованию веса тяжести, в духовном нашем делании будет исполняемо нами, Если, когда помысл внушает нам что-либо сделать, мы, положив то на весы совести, со всей строгостью будем исследовать, имеет ли оно настоящий вес, тяжело ли страхом Божиим, все ли в нем есть по его замыслу, смыслу и значению, Не делает ли его легким показанность и новизна, не уменьшило бы потом его вес от тщеславия, и не расхитила бы людская слава. Взвесив все это и определив свидетельствами апостолов и пророков, мы должны потом или принимать то, как согласное с ними, или со всей строгостью отвергать, каким противное и для нас пагубное. Так непрестанно должно нам осматривать все тайники нашего сердца, и с зоркой наблюдательностью замечать следы входящих, чтобы не прокрался туда же и какой-либо мысленный зверь, или сам лев и дракон, и тайком напечатлев там пагубные следы свои, не проложило другим пути для входа в изгибе сердца нашего, при нашем невнимании к помыслам, возделывая таким образом ежечасно и ежеминутно землю сердца нашего евангельским плугом, то есть непрестанным памятованием о кресте Господа, мы удобно возможем разорить лаговища пагубных зверей и норы ядовитых змей и выгнать их из себя. 162. Образ совершенного ума, властвующего над своими помыслами, прекрасно представляется в лице евангельского сотника. Сказание о нем нравственная сила, дающая возможность не всякими приходящими помышлениями увлекаться, но по своему рассуждению доброе принимать, а противное тому без всякого затруднения прогонять, а описано в следующих словах его, если их понимать иносказательно, ибо я, человек подвластный, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделает, то и делает. Если бы мы, мужественно сражаясь против беспорядочных внутренних движений и страстей, взяли силу подчинять их своей власти и своему рассуждению, воюющую в нашей плоти похоть и погашать, беспорядочную толку помыслов наших держать подвигом власти и разума и спасительным знаменем креста Господня, прогонять от прилогов сердца нашего, от пределов сердца нашего, скопища злейших вражеских сил, то за такие торжества и победы были бы мы возведены в чин сотников духовном его значении. А таким образом и мы, поднявшись на высоту такого достоинства, будем иметь такую же, как и тот, кто повелительную власть и силу, при коей не будем уже, какими не хотим, помыслами увлекаемых, но в тех, которыми духовно услаждаемся, получим возможность пребывать и к ним прилепляться, властно повелевая злым наущениям, отойдите, и отойдут, а доброе помышление приглашая, придите, и придут. «Раб же нашей плоти, что потребно для целомудрия, рабе, и воздержание прикажем, и она без всякого прикословия исполнит то, не возбуждая уже противных духу вожделений порочных, но всякую силу изъявляя покорность ему». Ему. 163. Но как этого достигнуть? Это придет само собой, когда так приискренне соединимся с Богом, что Он будет действовать в нас. В этом удостоверяет апостол, когда говорит, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разорение твердынь, помышления не излагающие, чтобы мы не предпринимали с целью преодоления помыслов, чтобы не предпринимали, не будет действенно, пока не станет через то действовать сам Бог по соединению с нами. Тогда же и наши немощные средства станут сильны и все победительны, разорят твердые вражеские всякие помышления, поразят и изгонят. И исполнится в нас слово пророческое. «Немощный-то говорит, что силен я, и кроткий-то будет храбр». Иояль 3.10. И то, что говорит о себе святой Павел, «Когда я немощен, тогда силен, ибо тогда сила Божия будет совершаться в нашей немощи». Итак, всем желанием сердца да устремимся к соединению с Господом, пока и в нас совершится, что испытал блаженный Давид. «Прирпи, душа моя, по тебе, меня же приодеснится твоя» Солом 62.9. «И каждый из нас вместе с ним начнет петь, а мне же, прилепляйте, Богу, добро есть». Конечно, это требует постоянного усилия и труда, но без этого ни в каком деле успеха не бывает. Тем же более нельзя его ожидать в таком важном деле. Никакая добродетель не достигает совершенства без труда, и до умерения помыслов никому нельзя достигнуть без крайнего приутруждения сердечного. Всегда прямо относится слово Господа, Царствие Божие с усилием восхищает, и употребляющие усилия достигают его. Чтобы духу нашему прийти в мужа совершенного в меру полного возраста Христова и стать единым духом с Господом, необходимо ему с большим напряжением всегда бодрствовать и с непрерывным рвением потеть над этим. Застиг же этого, он может уже с апостолом торжественно называть «все могу, укрепляющий меня». Почему все внимание наше должно быть всегда устремлено на то одно, чтобы живо возвращать к памятованию о Боге помысла от их блуждания и круговращения? Как тот, кто хочет верно возвесть и вверху свесть свод купола, шнуром из центра постоянно обводит кругом постройку, и таким образом дает одинаковое всюду направление округления ее. Кто же без этого посредства покусится совершить такое дело, тот хотя бы обладал большим искусством, не может соблюсти непогрешительно правильности округлости, и одним взглядом не может определить, насколько отступил от нее, не прибегая к сказанному указателю правильности. Так и Дух наш, если утвердив в себе любительную память Божию как некий неподвижный центр, не будет потом из нее исходя и с ней обходя в каждый момент все свои делания и труды, ею как пробуя определять качество помыслов и начинаний, чтобы они одни принимать, а другие отвергать, и ею же как верным циркулем давать направление всему делаемому, то никак не построить, как следует того духовного здания, коего архитектор есть Павел, и не сообщить ему красоты того дома, какой желает устроить Господу в сердце своем. Блаженный Давид звал Господи, возлюбил благолепие дому Твоему и место селения славы Твоей, но несмысленно возведет сердце в своем дом некрасивый, Духа Святого недостойный и всегда готовый разрушиться, долженствуя не славу за то получить отчаимого, но не удостоившего зайти в такое жилище посетителей, то есть Духа Святого, а плачевно быть подавленным под развалинами своего построения. 165. Через помыслы преимущественно действуют на нас темные силы, и, конечно, нам легче было бы управляться с ними, если бы нас непрестанно и ни в малом количестве не окружали эти недоброжелательные нам враги, но этого нечего ужасать. Враги эти точно постоянно наветуют нам, но они только посевают и возбуждают злое в нас, а не принуждают к нему. Если бы им дана была власть не внушать только худое, но и насильственно влечь к нему, то какое бы ни захотели они возжесть в сердцах наше греховное желание, ни один человек не смог бы избежать грехи по нему. Но видим, что как им дано позволение подстрекать нас, так и нам дарованы силы отрывать такие подстрекания и свободосно соглашаться на них. Чего же боять ли? Впрочем, если кто боится их насилия и нападок, тому мы с противной стороны предлагаем Божий покров и Божью помощь, которая могущественнее тех, как говорится, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Кое его заступление несравненно большей силой поборает по нас, нежели с какой его встает против нас вражеская сторона. Ибо Бог не только внушает добрые дела, но и покровительствует им и до конца доводит их, так что иногда без нашей воли и нашего ведома привлекает нас ко спасению. И так решено, что никто не может быть прещен дьяволом, кроме того, кто сам восхочет дать ему своей воле согласие, что Экклесиаст ясно выразил такими словами. «Ибо нет пререкания, бывающего творящим лукавое вскоре, всего ради утвердился сердце сынов человеческих них, и же сотворите лукавое, ибо нескоро воздается возмездие за злые дела». Очевидно поэтому, что всякий согрешает потому, что когда нападают на него худые помыслы, он не дает им тотчас отпора противоречиям, ибо сказано «воспротивтесь дьяволу и убежит от вас». У иного может родиться недоумение. Как эти злые духи входят в общение с душой, они чувствительно разговаривают с нею, всевают в нее, что не захотят, видят ее помышления и движения и пользуются ими к ее вреду. Но в этом нет ничего дивного. Дух может входить в общение с духом и сокровенно влиять на него, внушая, что ему желательно. Ибо между ними, как и между людьми, есть некое подобие и сродство по природе. Но чтобы они взаимно друг в другину входили и друг другом овладели, это совершенно невозможно. Это может быть истиннейшее, приписанное только Божеству. Сказанному перед этим нисколько не противоречит то, что бывает с бесноватыми, когда они одержимы духами нечистыми, говорят и делают, чего не хотят, и вынуждены, бывает, произносить слова, которых не понимают. Известно, что они все одинаковым образом подвергаются при этом влияние духов. Некоторые так бывает ими овладеваемые, что нисколько не сознают, что делают или говорят, а другие сознают и после вспоминают. То и другое бывает от привтечения нечистого духа. Не так, однако, чтобы он проникал в самую субстанцию души и как бы слившись с ней и ей, как бы облегшись, произносил слова и речи устами страждущего. Никак этого делать они не могут. Это бывает так, что дух нечистый заседает в тех членах, через которые душа действует, и налагая на них невыносимую тяготу, страшным омрачением закрывает разумительные чувства души и пресекает их деятельность через такое подавление органов этой деятельности, что, как видим, иногда приключается и от вина, также от лихорадки, от чрезмерного холода и других болезней, превходящих от вне, чтобы блаженному Иову не замыслило это же причинить дьявол, получивший власть над его плотью. Господь особым повелением запретил ему это, говоря, вот я предаю его в твои руки, только душу его сбереги. То есть только не делай его безумным, расстроив седалище души, сделав нашествие на его рассудок и повредив органы разума, посредством которого ему, Иову, необходимо противиться тебе. Впрочем, хотя дух таким образом как-то срастворяется с этим грубым и твердым веществом, то есть с плотью, что может быть очень удобно, из этого, однако, не следует, что он и с душою, которая и есть также дух, может соединяться так, чтобы ее, подобно телу, делать вместилищем своего существа. Это возможно для единой троицы, которая всякое разумное существо не объемлет только, но и проникает. Один Бог, весь есть везде и во всем, так, что видит и все помышления наши, и все движения внутренние, и все сокровенности душевные. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, и Он правильно испытывает сердца и утробы. Но как же духи нечистые знают наши мысли? Они не прямо их в душе читают, а познают из обнаружения их во внешних чувственных признаках, то есть из наших слов и действий. Но они никак не могут проникнуть в те мысли, которые еще не вышли из внутрь души. Даже и то, принято ли, и как принято, внушая моими самыми мысли, узнают они не из самой души, и не по внутреннейшим, в ней вследствие того сокровенно происходящим движениям, а по обнаружениям того вовне души. Так, например, если воссеяв помысл чего угодья, видят, что монах стал посматривать в окно и на солнце, или осведомлять о который час, то узнают из того, что им воспринято чего угодливое похотение. И неудивительно, что воздушные силы так узнают это и подобное всему, когда видим, что и людям умным тоже удается по глазам, лицу и другим внешним признакам узнавать состояние внутреннего человека. Тем, конечно, вернее могут узнавать это те, которые, как духи, без сомнения, гораздо тоньше и проницательнее людей. Сто семьдесят. Знать надлежит, что не все демоны все страсти возжигают в людях, но о каждой страсти прилежат известные духи. Ибо одни из них услаждаются нечистыми и срамными похотями, иные любят богохульство, иные гнев и ярость, иные утешаются печалью, иные тщеславимы гордостью, и каждый ту страсть в сердце человеческие всевает в сердца, какой и сам особенно услаждается. Но не все вместе возбуждают свои страсти, а попеременно, смотря по тому, как требует время, место и приемлемость искушаемого. И то ведать должно, что не все они в одинаковой мере злые и одинаково сильны. На новоначальных и немощных нападают, спускаются слабейшие духи, и когда эти побеждены будут, тогда посылаются сильнейшие, и таким образом постепенно все более и более сильную брань должен бывает выдерживать воин Христов по мере собственного его преуспеяния и умножения духовных его сил. И никто из святых никак не мог бы выдержать злость таких и стольких врагов или устоять против их наветов из свирепой ярости, если бы при нашем братоборстве не был всегда присущ нам милостивейший заступник и подвигоположник Христос, не уравнивал силы борющихся, не отражал и не обузывал беспорядочные набеги врагов, и не творил с искушением, не давал помощи, так, чтобы мы могли перенести. Что бесы не имеют власти вредить всякому человеку это яснейшим образом доказывает пример блаженного Иова, которого враг не смел искушать больше, нежели сколько попущено ему было волей Божией. Свидетельствует об этом также исповедание злых духов, внесенное в евангельские сказания, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Тем более надо бы нам верить, что они не могут по своему произволу войти ни в какого человека, созданного по образу Божию, когда без изволения Божия не имели они власти войти даже в нечистых и бессловесных животных. Да если бы дана им была власть искушать и озлоблять всякого человека по своему произволу, то никто не говорю из юных иноков, но и из мужей совершенных не мог бы ужиться в пустыне, будучи окружен таким полчищем и таких злых врагов. Известно также, что нечистые духи не иначе проникают в тела одержимых ими, как завладев наперед их умами и помышлениями, обнажив их наперед от страха Божия, Божией памяти и духовного поучения, а они потом смело нападают на них, как на обезоруженных и лишенных Божьей помощи и Божьи ограждения. И потому удобно побеждаемых наконец устрояют себе в них жилище, как в предоставленном им владении. Впрочем, и то верно, что тягчая этих и чрезмерней бывает ими мучимы те, которые, не будучи одержимыми телесно. Пагубнейше бывают овладаемые ими в душе, именно те, которые опутались их страстями и похотями. Ибо по слову апостола, кто кем побежден, тот саму и раб. Священное Писание свидетельствует, что при каждом из нас неотлучно присущи два ангела, добрый и злой. А добрых спасителей говорит, берегитесь, чтобы не презрели ни одного из малых всех. Истинно говорю вам, что ангелы на небесах всегда веет лицо отца моего небесного. И блаженный Давид говорит, ополчит ангел Господь и окрест боящихся его и избавит их. Свидетельствует о них и то, что в книге Деяний говорится о Петре ангел его, а об обоих ангелах пространно говорится в книге пастырь. Если рассудим и о том, кто спрашивал себе доступ к блаженному Елу, то ясно уразумеем, что это был тот, кто всегда ему наветовал, никогда не мог склонить его к греху, почему и просил у Господа власти над ним, исповедуя, что да то ли был побеждаем не добродетели его, а заступлением Господа, всегда ограждавшим его своим покровом. И об Иуде говорится так же, и дьявол достанет одесну и его. Седьмое борьба со всякого рода скорбями от бед и напасти. Сто семьдесят пять. В Палестине, в пустынях между Иерусалимом и Мертвым морем, внезапно напали на иноков варвары и очень многих избили. Как Бог попустил совершить над своими рабами такому злодействию? Этот вопрос обыкновенно возмущает души тех, которые, имея мало веры и ведения, думают, что добродетели и подвиги святых вознаграждаются в краткое продолжение этой жизни временной. Мы же, которые не в жизнь только сей уповаем на Христа, чтобы по апостолу не быть окаяннейшими всех человеков, 1 Коринфянам 15-19, не должны быть вводимы в заблуждение такими мнениями, чтобы по неведению верного определения истины относительно таких событий, приходя в ужас и смятение от искушений, которые мы себя увидим преданными, не подвигнуться нам ногами своими с пути правды, или, что и сказать страшно, не предписать Богу ни правосудия и ни попечения о делах человеческих за то, что якобы Он людей, святых, и праведно живущих не избавляет от искушения и добрым добром, а злым злом не воздает настоящей жизни и зато не заслужить осуждение с теми, которым угрожает пророк Сафония от лица Господа, говоря, отмщу на говорящих сердцах своих, не имеет блага сотворит Господь и чтобы озлобить Сафония 1.12 или не подвергнутся одинаковой участи с теми, которые такими жалобами изрекают хулу на Господа. Всякий творящий злое добр пред Господом и в них сам благоволит. И где есть Бог правды? Малахи 2.17 Присвокупляя к всему и то богохуление, которое у пророка описывается после того, суетен работающий Богу, и что более, якосохранили хранение его, и как ходили молитвницы перед лицом Господа Вседержителя, и ныне мы вложим чуждых и созидаются все творящие бездоконное, сопротивляющиеся Богу и спасошися. Малахи 3.14 Посему, чтобы нам избежать неведения, которое есть в корне причина этого непотребнейшего заблуждения, надо нам наперед определительно узнать, что есть воистину добро и что зло. Содержа же потом не ложное об этом мнение толпы, а истинное определение писаний, мы никак уже не прельстимся заблуждением людей неверующих. Все сущее и бывающее в мире троякое есть именно добро, зло и среднее. Итак, надо нам узнать, что, собственно, есть добро, что зло и что среднее, чтобы наша вера, будучи ограждена верным ведением во всех искушениях, прибыла непоколебимой. В делах человеческих ничего не почитать существенным добром, кроме одной душевной добродетели, которая искренней веры, приводя нас к Богу, понуждает непрестанно прилепляться к этому неизменному добру. И, напротив, ничего не должно почитать злом, кроме одного греха, который, отделяя нас от благого Бога, связывает с злым дьяволом. Среднее есть то, что может быть относимо к той или другой стороне, судя по качеству и расположению пользующегося тем, как то богатство, власть, почесть, телесная сила, здоровье, красота, самая жизнь или смерть, бедность, немощность, плоти, напрасненно и прочее сему подобное. Что по качеству и расположению пользующегося тем, может служить или к добру или к злу? Ибо и богатство часто может служить к добру по апостолу, который богатым нынешнем веке заповедует богатиться в добрых делах, благодатливым быть, общительным, сокровиществующие себе основание доброе в будущее, допримут жизнь вечную. Но опять оно же обращается во зло, когда собирает его, чтобы только копить и зарывать землю, как делают скупые, или расточать на роскоши утехи, а не в пользу нуждающихся. Так же, что власть и почесть, телесная сила и здоровье суть средняя, и для той, и для другой стороны пригожие. Тем уже легко доказывается, что многие из святых в Ветхом Завете, обладая всем этим, и богу были очень благоугодны, как напротив те, которые худо пользовались этими благами, обращая их на служение своим наклонностям, недобрым, не несправедливо были, или наказываемы, или предаваемы смерти, как часто сказывают об этом книги царств, так и о прочих средних вещах, разумею, что они не суть настоящее добро, которое состоит в одних добродетелях, а суть нечто среднее, потому что как для праведных, на праведные и нужные дела их употребляющих они полезны и благотворно, как дающие им возможность плоды добрые, сокровищества для вечной жизни, так для тех, которые худо ими пользуются, неполезны и пагубны, доводят их только до греха и смерти. Твердо содержа в мысли такое различие вещей и дел, и зная, что нет настоящего добра, кроме одной добродетели, происходящей, страха Божией и любви к Богу, и что нет настоящего зла, кроме одного греха и отделения от Бога, расследуем теперь со всем вниманием, были ли когда-нибудь, чтобы Бог или Сам Собой или через кого-то другого причинил кому-либо из святых своих такое зло, этого ты без сомнения нигде не найдешь, ибо никогда не бывало, чтобы другой мог ввернуть кого-либо в грех, когда он не хочет этого зла и противиться ему, если случалось, что ввергал то одного, то того, кто сам в себе зачинал сей грех, по нетрезвости сердца и развращенной воли. Так, когда дьявол хотел ввергнуть в это зло, в грех праведного Иова, то употребив против него все козни злобы своей, лишив его все его богатства, поразив смертью детей, самого его с головы до ног покрыв ранами, присинявшими нестерпимую боль, никак не мог запятнать его грехом, потому что во всех сих приключившихся Иов пребыл непоколебим и не сказал безумного слова на Бога, не склонился на Бога Хулия. Но как же и сам Бог о себе говорит? Я творящий мир и зиждущий злое Исаия 45,7 и пророк о нем свидетельствует или будет зло в городе, которое не Господь сотворил, а мостри 6. Священное Писание словом зло иногда означает прискорбная случайность не потому, чтобы в существе своем они были зло, но потому, что чувствуется как зло теми, которым на пользу посылаются. Ибо Слово Божие говорят с людьми по необходимости говорить человеческими словами и с человеческими чувствами. Так течение и прижигание спасительное, которое власть благодетельно делает страждущим опасными вередами, посчитается злом от тех, кому приходится выдерживать их. Та же конюш, порой погрешающему исправлению не сладость. И все дисциплинарные строгости тем, которые проходят курс образования, кажутся горькими, как говорит апостол. Всякое наказание в настоящее время кажется быть не радостью, но печалью. Он напоследок приносит мирный плод праведности. И еще, кого любит Господь, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Который есть сын, которого бы не наказывал отец. Таким образом, слово зло полагается иногда в значении прискорбных случайностей, как в следующем изречении. И раскаялся Бог о зле, которое говорил сотворить им и не сотворил. Иоанна 3.10. И еще, ибо милостив ты, Господи, щедр, долготерпелив и многомилостив и кающийся о злобах человеческих. То есть, о прискорбных лишениях и бедствиях, которые вынуждены бывают наводить на нас за грехи наши. А в них другой пророк, зная, как они полезны для некоторых, не из враждебного к ним чувства, но пожелания им спасения, так молится. Приложи им зло, Господи, приложи зло славным земли. Исаии 26.15. И сам Господь говорит, вот я наведу на тебя злое. Иеремия 11.11. То есть, скорби, разорения, которыми будешь в настоящее время спасительно наказан, вынужден будешь наконец обратиться и поспешить ко мне, которого в дни счастья своего забывал. Почему мы не можем признавать их существенным злом, когда они многим служат во благо и ведут их к восприятию вечных радостей? Итак, возвратимся к предложенному вопросу. Все, считающееся обычным злом, причиняемое нам врагами или другим, каким образом нас поражающее, не должно быть почитаемо нами злом, но неким средним. И тогда оно не будет уже таково, каким почитает его, нанесший его в яростном духе, а таково, каким восчувствует его, претерпевающий его. Почему, когда святому мужу будет причинена смерть, не должно думать, что ему причинено зло, а нечто среднее, потому что тогда, как для грешника она и есть зло, для праведника бывает успокоением и освобождением от зол. Смерть мужу праведному покой, его же путь сокровен есть. Еф. 3.23 Муж праведно от такой смерти не претерпевает никакого ущерба, так как ничего нового небывалого не случилось с ним, но что имело случиться с ним по естественной необходимости, то принял он по злобе врага, не без пользы для вечной жизни, и долг смерти человеческой, которая набежала ему отдать по неизбежному закону настоящего нашего существования, уплотил с богатым плодом страдания в залог великого за него воздаяния. это однако же не обезвинивает злодеев. Нечестивый беззаконник не останется без наказания от того, что злодеянием своим не мог причинить существенного вреда праведнику, ибо терпение добродетель праведника, и не нанесшему смерть или страдания, а терпеливо перенесшему их заслуживает награду. Почему как тот заслуженно понесет наказание за зверскую жестокость, так этот, несмотря на то, он не потерпел никакого существенного зла.